Друзья, всем привет! Давно захотел записать видео о моей поездке в Индию, в Таиланд, о моем путешествии, которое продлилось вместо четырех месяцев больше года. Решил попробовать новый формат, мне он больше нравится в виде аудиоподкаста, потому что здесь больше свободы. Здесь я могу говорить, могу ошибаться, имею право на ошибку. Ну и для меня это важно, это определенное освобождение от рамок. Видео связано с мистикой, которая меня, не скажу, что преследовала, но которая была рядом со мной в этом путешествии. И о ней я хотел бы рассказать. Может кому-то предстоит тоже какой-то подобный опыт, чтобы они не пугались в будущем. Все, как правило, идет во благо. Как происходило у меня? Какие-то мои знаковые события в жизни, которые происходили, они, как правило, сопровождались определенной тягой. Так было два раза. Я об этом говорил уже в своих статьях, в своих видео. Первый раз у меня было такое, что я же родом с Дальнего Востока, с Амурской области. И у меня в целом там все было хорошо. Была недвижимость, машины, очень легкая работа, семья, родственники, друзья. То есть в материальном плане у меня там все было очень хорошо устроено. А я в свое время начал ездить на Дальмены в Краснодарский край. И вот летал с Дальнего Востока в Краснодарский край на юг. И в один определенный момент у меня появилась сильная тяга переехать с Дальнего Востока, получается, на Краснодарский край. Она была такая сильная, что я от нее устал и переехал. И это было одно из самых лучших решений в моей жизни. И также с путешествием в Индию и в Таиланд. Сначала я поехал на два месяца в Таиланд, потом в Индию после него. Как у меня было? Я живу себе в Сочи, в Красной Поляне, на горном курорте. У меня в целом все хорошо. Снимаю жилье, нашел там работу очень для меня приемлемую. Вокруг много интересных людей. Тут очень качественная жизнь. Тут, блин, у Путина, у Лукашенко дачи. Вот. Хорошее место для жизни в плане экологии, в плане всего. Море, фрукты, все очень хорошо. И меня стало тянуть после просмотра видео про Панган очень сильно на этот остров. А Панган это остров, получается, в Таиланде. Мне много про него рассказывали мои друзья, знакомые. Как там круто, как-то какая-то мистика тоже происходит. А этот остров стоит на Красном Кварце. Там раньше был вулкан, и образовался остров вместо вулкана, то есть лава. И там много прям красного кварца. И у меня туда собрался мой друг отсюда, с Красной Поляной. Он говорит, я поеду туда. Я думаю, Панган, 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 Панган. Что мне твердят про этот остров? И я взял и посмотрел как-то видео про него. И мне очень сильно захотелось туда. Я вот работаю, у меня есть тяга поехать туда. Я работаю, у меня есть тяга поехать туда. И я ничего не могу сделать. А я же эзотерик. Для меня любое влияние извне, которая к чему, ну как бы, как сказать, какая-то тяга извне, которую я не могу контролировать, для меня это какое-то влияние. Я даваю убирать это влияние. Кто, думаю, на меня влияет? Какие путешествия? У меня здесь все хорошо. Я еще денег ничего не отложил, чтобы поехать на Панган в Таиланд. Там денег столько нужно. И я терпел, 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 терпел эту тягу, пытался убрать, уходил от нее. И потом в итоге, как и с переездом с Дальнего Востока на Краснодарский край, я и просто сдался. Думаю, ну ладно, короче. Будет как будет, какая сила меня туда тянет, я согласен ехать. Давайте только организовывайте, чтобы у меня там было все четко. Чтобы там материальный план у меня был закрыт. Я согласился. Я купил себе билет. Я снимал очень хорошо и выгодно, кстати, жилье. И в тот день, когда я купил билет, на следующий день в Таиланд, хозяйка звонит и говорит, все, я продаю квартиру, вам нужно срочно выезжать. Я такой думаю, вот это вот определенный знак, что мне реально нужно туда. Вот, и еще там были моменты, карты, которые могли быть заблокированы, они не были заблокированы. В общем, я поехал в Таиланд, уволился. Сколько было денег, я подсобирал. По-моему, даже мне мама с бабушкой еще что-то дали. Типа, Костя, вот ты едешь туда, вот на тебе тоже вот котомочку, дорогой наш сын и внучок. Вот, и я поехал, а Таиланд-то получается, ты доезжаешь до Бангкока, 12 часов едешь на автобусе, либо летишь на самолетом до Самуи, либо я ехал автобусом с Бангкока, первый раз выехал за границу, вообще не знал ни языка, ничего. Один вот этот Бангкок, с Бангкока на автовокзал, с автовокзала в порт Суратани, и от него три часа потом плывешь на пароме на этот остров, или два с половиной. В общем, я приехал, и я очень там сильно преисполнился на этом острове. Он стоит на Красном Кварце, и там очень сильно открывается сердце. Такое чувство, что там, вот я потом уже анализировал, как, кто это за остров. Такое, там очень сильно открывается сердечная чакра. И вот ты там ходишь, а там много всяких иностранцев всех съезжается, и смотришь, вот этот человек красивый, вот этот красивый, вот этот красивый. То есть много как будто красивых людей. Любые их там собирают, либо ты их там так воспринимаешь. Там очень есть такая тема, такое движение типа фри лав, когда у человека может там быть два-три партнера, и он там всех любит. И вот там вот эта тема имеет место быть. И вот, ну реально, если там вот жить, подействуем вот этого острова, постоянно открытая сердечная чакра, ты реально любишь, как бы, множество людей. Понятно, там, с точки зрения морали, это уже другой вопрос, но, опять же, это рамки. Кому-то тоже, может, необходим будет опыт фри лав, не знаю. Я тут, кто я такой, чтобы осуждать людей там в их движениях, да. Вот. Получается, я вот пробыл там два месяца. Там был свой очень интересный опыт. Если вы посмотрите, там, конечно, очень дорого сейчас сдаётся жильё, особенно по сезону на Пангане, но это реально место, которое стоит посетить. Вот. И после где-то двух с половиной месяцев на Таиланде, либо 2,10, я купил билет в Калькутту. Это самый дешёвый был рейс с Хукета до Калькутты. Получается, как бы, с одного побережья перелетаешь на другое. Это, как бы, западная часть. Вот. И полетел в Индию. В Индии я тоже не был. Я, когда ехал в Индию, я, ну, смотрел же ролики, представлял что-то типа Гоа. Где-то там такой ходишь. Пляж, мало местных и прочего. Но Калькутта — это совсем другой город. Это такой промышленный город, где очень много людей. И вот я после такого солнечного Таиланда, где более-менее чисто, где тебе не пристают тайцы на улицах, потому что в целом у них нет такой культуры. Они тайцы, они так, немного даже где-то националистичны. И они называют приезжих фарангами. То есть это такое, может, немножко пренебрежительное название. То есть не тайец. Там, вот, турист там какой-то приезжий. Вот. А в Индии всё намного по-другому. К тебе там очень много внимания. Ты белый, на тебя вот так вот смотрят, как цыгане. Там хорошо подержаться за белого, пообщаться, иметь друзей белых. Это статус. Это, значит, это вот весь такой статусный. Ты там, как будто положение в обществе у тебя какое-то даже выше становится. В Инстаграме они любят фотографироваться, выставлять фотки с белым человеком. Вот, в общем, я, никогда не бывший в Индии, прилетаю в Калькутту. Причём в такой, это не туристический город. Это обычный индийский город. И всё, самолёт такой мой садится. Ну, я как-то вышел, прошёл паспортный контроль. Опять же, я один. Вот. У меня были только доллары. Местную наличку не смог поменять. Я выхожу. Такой стоит смог. Воняет горелой свалкой. И вороны летают. И мусор везде. В Индии же вообще много мусора. Прям он везде валяется. По сравнению с солнечным Таиландом, пальмами, где ты можешь спать спокойно. И вот эти взгляды на тебя. Они же, индусы, они же на цыган как бы похожи. Вот. И как будто толпа цыган на тебя. Вот так вот все смотрят. И плюс это город нет туристический. Они там не привыкли к белым людям. Но всё, я такой выхожу. Куда? А ещё я ближе к вечеру приехал в 4 или в 5. Навигатор не работает. Симки местные у меня нет. Я такой иду. А я где-то в интернете вычитал, что есть там одни автобусы, которые могут довезти до центра города недорого. Чуть ли там не за 50 рупий. Но я встаю, жду этот автобус. Там все на меня смотрят. Они говорят. Я просто к Индии, понимаете? Индия классная страна. Но нужно понять там, как двигаться. А для меня это такой определённый шок. Но не шок, я не хочу сказать. Ну, в общем, я чуть-чуть прозрел. Вот. И смотрю, подъезжает автобус. Хорошо, что он не весь на Деванагре, не на местной письменности, а на другой. Я залазю, сажусь за него. Рупий у меня нет. У меня есть только доллары. И смотрю, летит какой-то кореец. Ну, реально, вот кореец. Какой-то азиат с камерой, что-то там снимает. GoPro. Я спрашиваю. А я уже немного научился говорить по-английски. На английском. Вот. И он садится рядом. И я ему говорю, типа, Hi. Maybe you... Can you change money? Ну, можешь мне поменять доллары на рупий? У него как раз были рупии. Он летел из Бенгалии, из Бангладеша. Он путешественник. Вот. Он говорит, хорошо. Я говорю, где ты будешь жить? Он там-то, там-то. Я, типа, присмотрел отель. У меня есть там какой-то навигатор. Он более-менее профессиональный турист. Вот. И я такой думаю, надо с ним как-то зацепляться. У меня ни связи, ничего нет. Блин. Я приехал, кругом как будто одни цыгане. Какое-то напряжение. Такой серый город. И все. И мы с ним сели в этот автобус. И покатились. Я с ним вышел. Я очень плохо тогда еще говорил по-английски. Ну и сейчас как бы не супер. Вот. И мы, короче, поехали. Мы едем. А всегда в Индии в автобусах есть водитель. И есть мужик-кондуктор. Кондуктората мужики. Потому что работы мало. Мужчин много. И мужики там везде. Торгуют, стирают, убирают. Кондукторами работают. Женщины в основном дома сидят. И вот он ехал, постоянно плевал. Я думаю, что он плюет. Постоянно он едет, плюет. Оказалось, что они, бывает, что-то себе закидывают за губу. Какой-то наркотик. Как же он называется? Ну, какое-то, в общем, вещество. И вот его постоянно сплевывают. От него у них зубы чернеют. Либо из-за смолга он постоянно отхакивает. Вот. И мы доехали с этим моим новым другом-корейцем. Вышли в центре. Я за ним просто хвостиком уступился. Мы нашли какой-то хостел. Это он меня довел. Я шел вообще после Таиланда, после России. Там просто какие-то трущобы зашли. Где люди просто умываются на улицах. Спят на улицах. Зашли в центре. В целом был приличный такой хостел. Ну, как комнатка. Наша комнатка была, наверное, 3 на 2. И трехэтажные... Трехэтажные кровати. Вот. В общем, мы поселились. Я до сих пор... Ну, очень не зашла Индия. Вот. Я там утром проснулся, слез, выхожу. Там как бы такой балкон от хостела. Там вороны сидят, клюют. Там что-то, не знаю, что не успели индусу убрать. Видно, индусы как сидели. Тут же банки, тут же мусор. Все. Вот. В общем, все по классике. И тогда мне уже Индия не зашла. Я хотел оттуда уехать. Я думаю, блин, что, билеты что-ли брать? Ну, просто не очень комфортно, когда ты приезжаешь в ней в туристическую часть. Особенно, когда не знаешь языка. Потом мы переселились в другой хостел, где было намного лучше, но все равно не то. Я не знал, какую еду там есть. Я ходил только в Макдональдс, там, чтобы просто поесть какие-то макароны, какой-то бутерброд себе. Но это для туриста, когда ты еще не рассчитываешь в бюджет, дороговато. Еда, они там на улицах что-то постоянно едят. И когда ты не шаришь, что они едят, это просто не хочется покупать. Там готовят какие-то черные мужики, прям своими руками туда вот лезут. А сейчас я уже могу там все, что... Ну, я знаю, что такое там дал, чапати, там другие какие-то, палак панир, все вот эти индийские блюда. Я знаю. Тогда я вообще не знал. Я думаю, как тут есть тут антисанитария какая-то. Ходишь, тебе хочется купить что-то, покушать, а ты не знаешь. И пробыл я в Калькутте два дня, и потом купил билет на автобус и поехал в Бадгая. Бадгая это место, где Будда стал просветленным. Место паломничества. Вот в буддизме есть четыре знаковых места, куда каждый буддист должен поехать по идее. Это типа что-то своего рода как паломничество. Вот как мусульмане едут в Мекку, у буддистов, вот есть четыре места. Где Будда родился, это Лунпиния, Непал, где стал просветленным. Это вот Бадгая, куда я поехал. Третье место, где Будда дал учение, это Варанаси. Такой пригород Варанаси, Сарнатх. Это рядом от Бадгая, может, часа 4-5 ехать. И, по-моему, место, где он умер, четвертое. По-моему, вот эти четыре места. В общем, Бадгая это место паломничества. Там есть дерево, потомки дерева, под которым Будда сидел и стал просветленным. Там стоит Махабодхи храм, это храм наследия ЮНЕСКО. Вот. Я поехал туда. В целом я приехал. Бадгая мне более-менее зашла, потому что, во-первых, сам вот этот вот храм Махабодхи, там вокруг него постоянно ходят люди Кору. И там очень много буддистских монахов. И в целом буддистов. А буддисты по менталитету они другие. Что монахи, что те, кто исповедует буддизм, что непальцы. Они другие, нежели индусы. Они вот к тебе по-другому относятся в их, как бы вот, когда рядом с ними находишься, безопасно. А я же один был. Ну, как-то они не лезут абсолютно. Они к тебе спокойно относятся. Они, наверное, где-то больше, как вот тайцы. То есть спокойно. Могут там иногда подойти, познакомиться и все. Кстати, вот этот атрибут Дамару и четкий, это я тоже в Индии купил, поэтому повесил. Вот. Я приехал в Бадгаю. Я, когда заходил и сидел в храме вот в этом Махабодхи, там рядом с ним, конечно же, я ловил вот это состояние. Состояние такой благости, блаженства, очень приятное. И чем чаще ты туда находишься, как будто начинает слетать вот эта сансара, вот эти все обращения. Ты начинаешь видеть окружающее место, но окружающая реальность такой, как она есть. То есть я никогда не медитировал к тому в тот момент, но тогда мне захотелось очень сильно прям медитировать, прям плотно. Вернее, я пробовал медитировать, но прям практика там у меня пошла. Я два раза ходил сам по себе в этот храм и просто там сидел у меня. От того, что я там сижу, просто шла работа. И вокруг монахи, которые ходят кору, делают какие-то практики, ведут какие-то богослужения, делают, ну не сурья намаскара, такие простирания, когда вот так и полностью простираются. И они кругом. То есть много практикующих людей в одной точке. Ну а если выходишь из этого храма, там такая вот пасть. В целом Индия, где куча попрошаек к тебе лезут, что-то пытаются продать, какие-то мужики, какие-то дети. Просто куча всех у тебя что-то пытаются выудить твои, блин, русские дукаты, либо доллары, либо рупии. Вот. Место, где я жить нашел, это была такая огражденная территория, Рудинститут. Там заведовали иностранцы, там было питание включено, в целом место хорошее. Но добираться надо было ездить, либо идти минут 25 где-то пешком от самого храма до места, где я жил. В общем, я там жил, мне очень понравилось. Мне там очень понравилось. Но я там познакомился с двумя парнями, один с Южной Африки, второй испанец. Они тоже путешествовали. И с Южной Африки он белый, то есть белые, которые живут в Южной Африке. И они сказали, мы едем в Варанаси. А я как раз тогда две с половиной недели был, я говорю, ну давайте я с вами. Чего я один, поедем в Варанаси. Варанаси это город Шивы, места кремации. Там рядом второе по паломничеству место буддистское, Сарнатх, где Будда дал первую часть учения. Как говорят буддисты, повернул колесо Затхона. Он первым пяти аскетам рассказал там четыре благородные истины, ну и дальнейшую свою проповедь провел. Вот там ступа стоит. Я говорю, поехали. И все, мы сели в рикшу, доехали до поезда. Прокатились на индийском поезде, в общем вагоне, за четыре часа. И прибыли в Варанаси с этими ребятами. Там также мы сняли хостел. Варанаси очень такой мистический город, очень древний город. Стены его видели очень многое. Говорят, вот место кремации, где сжигают людей, вот знаменитый Смашан, там говорят, кремируют людей, огонь не гаснет уже три тысячи лет. Там есть храмы древние, это любимый город Шивы. Говорят, Шивы его сам сконструировал. И я когда смотрел на карту, там вот получается как бы идет вот Ганга, а вот вокруг Ганги как бы город круглый. И город как мандала усеян разного рода храмами. И такое чувство, что вот есть вот эта вот общая мандала и Ганга, когда идет, она запускает эту мандалу и мандала крутится. Сейчас, конечно, он уже другой, он чуть перестроенный, но историческая часть, где учатся, селятся в основном туристы, она очень крутая. Там много йогов, много и разного рода проходимцев, много индусов, все хотят омыться в реках Ганги, толпы людей и прочее. И вот самая мистика начинается вот именно там, в Варанаси. Мы где-то дня четыре либо пять пробыли в этом индийском городе Варанаси. А я когда собирался ехать в Индию, я всем говорил, я еду сначала в Таиланд на Панган, а потом в Индию. У меня по графику пройти определенные города, посетить их 100%. Это Бадгая, а, да, Бадгая, где я был, Варанаси, потом Вриндаван, потом Ришикеш. Бадгая, Варанаси, Вриндаван, Ришикеш. Бадгая, место просветления Будды, Варанаси, любимый город Шивы, Вриндаван, место, где родился Кришна, Ришикеш. Ришикеш, мировая столица йоги, не знаю, мне туда захотелось тоже, потому что там Ганга, красиво, Гималая и прочее. То есть я вот так вот собирался, я всем это говорил не раз. И тут мне, я живу в Варанаси, мне все равно на Индию заходит, мне как-то некомфортно, я хочу уехать. И тут вот этот с Южной Африки парень говорит, я потом поеду в Ришикеш, а испанец говорит, я пойду в Непал. Непал, он хотел подняться на, ну туда вот, в лагере Вереста. А я знаю, что в Непале, во-первых, там буддистов много, там буддизм очень сильно процветает, все говорят, что Непал он, короче, другой. Непал, 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 все говорят, Непал, как там классно. И я решаю изменить свой маршрут, я говорю вот этому испанцу, говорю, я с тобой поеду в Непал, как раз давай вдвоем поедем. И был, есть автобус, и сейчас он, наверное, до сих пор был, есть, он в 10 часов вечера выезжает с Варанаси, и в Катманду, в столицу Непала, ты приезжаешь в 2 часа дня ехать, ну что, 14 часов, наверное, ты проходишь границу прямой. Вот, и я такой, блин, ну надо ехать, все, вот, и мне как раз очень не заходит как-то Индия, мне некомфортно, там, потому что вот что-то не то. И хотя в Варанасе классно ты там преисполняешься, но что-то не то. И я такой, думаю, надо ехать. А перед этим мы решили поехать вот в Сарнатх, место, где Будда дал первую часть своего учения, повернул колесо закона, то есть в одно из четырех мест. В Бадгаре я был, это второе. И мы сели на рикшу, там что-то сильно торговались вот с этим испанцем, еще с пареньком, сильно торговались с рикшевозом, в итоге нас он что-то за 300-400 рупий довез туда, мы вышли. Я дошел до этой ступы, сел, и вот меня так накрыло, как меня не накрывало, наверное, никогда. То есть я увидел какой-то свет, просто пошел, как будто я увидел четыре фигуры, либо пять. В общем, как будто я увидел, как Будда тут реально дает свое учение кому-то. И прям был такой свет, вот реально, я же много в какой мистике со мной происходило, потому что по роду деятельности я экзорцизмом занимался, разного рода практики. Но так как было там, у меня не было никогда. Да, был какой-то свет, какое-то состояние, я думаю, что такое. И, наверное, просто я, наверное, не ожидал, что может быть так. Вот. И меня накрыло такое хорошее состояние. Ребята пришли, посидели. Ну, никаких-то эмоций у них особо этого не было, как у меня не было. Мы собрались, пошли покушали, доезжаем до хостела Варанаси, мне становится сильно плохо. А, я после этого еще в Ганге искупался, мне становится плохо. У меня начинает какое-то тело что-то ломит, температура. В итоге я слег. Я реально в каком-то бреду, наверное, лежал сутки. А мне уже вот уезжать в Непал чуть ли не послезавтра. Ребята ходят там по Варанаси, гуляют, а я просто какой-то ломать тело. У меня ломят ноги, у меня какой-то бред. Я потею, мне жарко. Вообще непонятное состояние. Ну, хорошо, ребята за мной следили. Я помню, вот этот испанец говорит Maybe you want Медицин, ну типа медицин, таблетки. Типа, у тебя нужны таблетки. Потом Как же он еще говорил? Апельсин и цитрус. Нет, не цитрус, как же он говорил? Ну, короче, подходил и говорил, типа Вот мы тебе купили мандарин, они мне помогали. Но они потом в итоге уехали. Говорю, я останусь, я тебя догоню в Непале. И вот я болею, мне плохо. И я чувствую такое вот определенное состояние, что по идее как бы надо ехать и отлежаться. Но я думаю, нет, надо в Непал, короче, мне ехать срочно. И там типа я выздоровлю. Пошел, купил у индусов какие-то таблетки. Объяснил, сниму ему, что со мной. Начал их пить. Ну, мне они какие-то, видимо, жесткие были антибиотики. То есть мне вроде и нормально, но как-то и плоховато. Плюс там же русские карты не работают. И я через одного кришнаита менял деньги. Он мне их обменял, но у меня не получилось. Там, в общем, подходишь к банкомату, вводишь штрих-код, ну, вводишь код и тебе выдают. Почему-то банкоматы мне не выдавали деньги, хотя я в Калькутте снимал без проблем. Доллары у меня закончили. Столько можно вот обменять так. Деньги не меняются. Я заболел. В Непал нужно ехать. Пошел, как-то через силу, купил билет у этого, там, у местного помогайки за рупии до Непала. Все, вроде я с силами собрался. Думаю, доеду, в дороге выздоровлю, и в Непале все будет в порядке. В 10 вечера у меня автобус, я беру сумку, в 12 выселяюсь, там, в одной кафешке сижу до 6 вечера, потом ловлю рикшу и еду на вокзал. Водила, я снял рикшу с красными просто глазами, под какой-то опять, видимо, своей шнягой что-то себе будет губу засунул. Ехал, путался. Короче, еле как я нашел этот автобус, он меня высадил где-то в темноте. А точку показывают, где мне нужно находиться, там написано типа place, место, где находится посадка. Это там определенный отель. Я говорю, а где этот отель? Я не знаю. 2 часа, либо полтора до отправления автобуса я давай бегать у индусов. А у меня такой листик. Вот я давай бегать его доставать и показывать людям. Maybe you know. Может, вы знаете, где это место? Там такой hotel, татататат. Они не знаю, не знаю, не знаю. В итоге я бегаю, бегаю, бегаю. К одним парням подошел, к другим. Они там что-то там смеются. Я с этой сумкой здоровой. А у меня в одном кармане лежал заградник, документы, вот этот лист. Я его доставал, доставал, показывал, доставал, показывал, доставал, показывал. В итоге я нашел за полтора часа это место. Добегаю, и вот он, он автобус. А там, это оказался автовокзал. Автовокзал просто место, где находится посадка, типа, рядом с ним отель. Вот. А не было написано, что bus station, ну, автобусная станция. Я подхожу, и мне такой Непальц говорит. Я ему даю документы. О, а ты с нами не едешь. Я говорю, как не еду? Он такой, ну, это не твой автобус. Я говорю, как не мой? Я вот оплатил. Ты что? В итоге подошел водитель, ему говорит, все нормально, он с нами едет. Я такой, захожу, расслабляюсь, ложу сумку. Наконец-то я добрался, а я же еще болел. Я там вообще, блин, стрессанул. Слышу русская речь справа. Я думаю, ну, все, наши здесь, какие-то иностранцы, все едут в Непал. В мой любимый Непал. Я еще там не был. И мне такой водитель говорит, ну, бери паспорт, пойдем, надо паспортные данные заполнить. Тебе же границу нужно будет переходить. Я такой, ну, хорошо. Все, сумка, иду. О, а где паспорт? Нету. Доварить документы? Нету. Сумку достал? Нету. Я все облазил. Паспорта. Загранпаспорта нету. В итоге я вот так вот сижу. Время 10 вечера. Загранпаспорта у меня нету. Автобус без меня в 10 вечера уезжает. Я ему ручкой машу. Я в Варанасе один посреди города. У меня рупий там что-то немного осталось. Я такой, что делать? Какой-то сомнительный контингент вокруг меня находится. Все на меня смотрят. Я думаю, ну вот это вообще приплыли. Где я мог потерять паспорт? Я походил ночью, поискал. Там, где я бегал, показывал этот листик. Какие-то индусы там со мной обнимались. Либо меня обокрали, возможно. Либо я его сам, когда этот листик доставал, деньги тоже пропали. Я просто сижу такой, думаю, что делать? Пошел проситься заселиться в гостиницу. Говорю, паспорта нету, вот есть визы, меня нигде не селят. Мне говорят, иди в полицейский участок. Я прихожу, все-таки говорил, говорил, я прихожу в полицейский участок. Он говорит, приходи в утром. Я говорю, где мне спать? Что мне делать? Меня, говорю, никуда не селят. У меня нет документов. Иди на вокзал, типа спи. А, нет, я сначала пошел в полицейский участок. Пошел, потом пытался где-то заселиться. Меня нигде не селят. Мне мужики в отеле говорят, иди спи на вокзал. Я говорю, а там меня никто не обворует. У меня нет практики спать на вокзалах. То есть для меня я один в чужом городе, где, блин, самая бедная страна. Они говорят, все будет нормально. Я пошел с сумкой. Там рядом автовокзал, ЖД вокзал, Варанаси. Вокзал в целом хороший. Иду, там индусы все спят. У меня был коврик для йоги. И такой платок я у Бадгая себе купил. И там нашел место рядом с полицией, где вот они ходят. Постелил среди индусов этот коврик. И, короче, лег. И спал. Конечно, я стрессовал. Блин, ты без денег. В одной стране без паспорта. Ты не можешь выехать. Вот. И что-то я как-то даже перекимарил там. Потом думаю, ну ладно. Пошел. Пошел в полицейский участок. Уже утром, когда проснулся. Они там английского языка не понимают. Они говорят, едь там, где жил. Потом они уже мне... Они, короче, поймали какого-то рикшевоза. Говорит, все, он тебя сопровождает. Ей там, где жил. Смотри, все, может быть, ты там оставил паспорт. Я приезжаю туда. Обсмотрели, ничего нет. Я говорю, можно к вам опять заселиться? Паспорта нету. Вы же ксерокопии моего паспорта снимали. Говорит, нет, нету места. Я думал, там просто отлежаться. А я еще болею, мне плохо. Я еще как будто чем-то заразился. Я себя плохо чувствую. Вот. И я такой, что делать? А они говорят, он с тебя не возьмет никаких денег. Вот этот рикшевоз. Вот только он меня возил, 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 возил. Мы приехали. Он давай перед выходом, перед тем, как мне выйти, прийти в полицию, требовать с меня, наверное, полторы тысячи рублей. Это полторы тысячи рублей на наши нормальные деньги. Прям требовать. А знаете, как было? Вот я когда был в Индии, они часто наглеют. Как сказать? Они пытаются. Для них белый – это денежный мешок, которого можно где-то обмануть хитростью, вытянуть бабки. И когда они вытягивают, они чувствуют какое-то внутреннее удовлетворение. И там раз за разом со мной были ситуации определенного плана. Когда они наглели, я говорю, ладно, короче, бери себе эти там бабки. Я с тобой просто больше дел вести не буду. И вот эти ситуации начали у меня, короче, повторяться. В России это проканывает. В России это работает, потому что, к примеру, кто-то меня обманул на деньги, да? Какой-то человек. Я понимаю, ладно, короче, подавись. Я с тобой больше не буду идти. Дело моё ещё ко мне придёт. А там эта ситуация за ситуацией стала меня преследовать. И тут этот рикшавоз. А я, у меня был уже тогда потихий, как бы нервный срыв. То есть меня не сели в гостиницу, у меня нет паспорта, полиция. Мне надо было написать заявление в полиции, чтобы по справке с полицией хоть где-то селиться. Мне нужно отдохнуть, я не спал. Я болею. То есть я до сих пор болею. И тут этот рикшавоз в очередной раз меня вымогает, короче, деньги. И я один там. Я не гражданин этой страны. Что-то у меня давит, давит. И вот тогда у меня как будто произошёл какой-то... Как сказать? Ну, меня как будто не мыкнуло. Я... Короче, вот это нервное напряжение, оно как будто давай вылетать. У меня прям голос поменил, изменился. Я ему на полу русском, на полу английском этому мужику прям давай говорить. Да ты, сука, я в твою страну приехал. У меня нет денег, я потерял паспорт, я тут проблем, а ты, сука, знаешь, что у меня сейчас слабое состояние. У меня негде жить, у меня тут нету друзей и знакомых. И меня вымогаешь, я тебе не дам, я тебе дам только тысячу. Он что-то орёт, я опять ему в ответ. Он что-то там опять, что-то недоволен. В итоге я прям на таких эмоциях говорю ему, говорю ему, говорю на каком-то полу нервном срыве. И он такой бах. И такой хоп, и успокоился. И больше у меня уже ничего не требует. И я такой думаю, о, а в год оказывается это как работает потом уже. Я, короче, дал ему тысячу. Говорю, всё, я с тобой вообще дел больше никаких не хочу иметь. И они мне говорят, там приехал какой-то их старший, они мне с одного участка говорят, тебе нужно туда ехать. Я говорю, а куда именно? Они такой-то, такой-то адрес. Но показали мне. Я думаю, ладно. Короче, я беру сумку, еду в гостиницу, пытаюсь заселиться, у меня вновь не селится. А я не спал толком, и я не знаю, где мне дальше жить. Где мне жить? Где на хатах мне там селиться? Акхата, это такие ступеньки, куда ганги спускаются, там вот эти все нищие живут, всякие Акхори, бездомные. Там же из Машан вот это места кремации. Думаю, где мне селиться? Где мне жить? Я просто не привык. Ладно бы я и ступей раньше в Индии жил, я бы спокойно мог бы где-нибудь прилечь. Вот. И я думаю, ну надо искать какие-то чаты, просто написать, может быть, здесь мне подскажут, есть какие-то ашрамы, храмы, где можно без документов заселиться. У меня есть деньги, я готов оплатить, у меня нет документов. И вот я такое пишу, пишу в чат, есть такой межгалактический чат, еще какой-то другой чат. Ребят, я в Аранасе потерял документы, паспорт, есть ли какие-то места, куда можно заселиться без паспорта, просто переночевать. Может быть, какие-то ашрамы, либо какие-то такие места. И справку, ну еще что-то я написал. И оп, спустя какое-то время мне в личку прилетает звук контактов сообщение. Ты где? Мы в Аранасе, нас группа. Если что, мы можем тебе помочь. Какая тебе нужна помощь? Мне, а, тебе нужно идти в полицию, сделать справку о потере паспорта, чтобы тебе поставили печать и по ней селиться. Тебя засели тогда в гостиницу. У тебя есть виза? Я говорю, да, виза есть, копия старого паспорта есть. Вот, и российский паспорт тоже у меня есть. И говорит, все, без проблем. Где ты? Какая нужна поддержка? Мы вот здесь-то, здесь-то живем. Приходи. Мы можем поговорить, чтобы тебя заселили тут в комнату. Я такой. А мне сразу так легко в этот момент стало, что я в Аранасе кому-то со своими проблемами просто нужен. Понимаете? Кому-то, каким-то незнакомым людям они готовы прийти. А они говорят, если что, я могу прийти в полицию, помочь ей составить заявление. Что тебе нужно? Что я кому-то тут нужен вообще? Что я тут не один на один за всем этим? Что есть люди, которые беспокоятся обо мне? И я такой. Потом я пошел в полицию, нашел один участок, меня отправили в другой. Я объяснил, где я нахожусь. Потом я сел на мотоцикл, мы поехали в третий участок. Время уже 4 часа. И мы приходим к полицейскому. Я все объясняю на каком-то ломаном английском. Меня вроде понимают. И смотрю, я сижу. Один полицейский что-то у меня спрашивает. Они между собой что-то разговаривают. Второй полицейский меняется. Третий полицейский меняется. Четвертый полицейский меняется. И ничего не пишут, просто листик. Я сижу, меня тригерит. Время 5 часов вечера. Сейчас темнеет. Я на другом конце Варанаси. Эти что-то хихикают. Я в полицию. У меня нет ни документов, ничего. Где мне, куда мне селиться. И у меня опять подкатывает этот стресс. И я опять как бы вхожу вот в это вот состояние. Когда он начинает вырываться наружу. Я опять же не спал. Я опять же болею. Я начинаю говорить. Да вы полицейский. Да помогите мне, пожалуйста. Я тут остался один. У меня никого нет. Вы должны мне помочь. Мне нужна справка. Прям эмоционально. На каком у меня прям меняется голос. Я вот это им говорю на ломом английском. И смотрю. Оп. И они как будто как-то мыкают. И такие бам-бам. И мне быстро за полчаса написали эту справку. Дали ее. И я спокойно пошел. С печатью. Мухр называется. Блин. По-индийски. Леттер и мухр. Я запомнил. Я тогда понял, что Индия через вот эти ситуации, она меня просто учила. Если ты хочешь, чтобы тебя, понимаете, вот Индия это шакти. Она там проявлена. Она тебе много даст, эта страна. Но цени то, что она тебе дает. За карманчиками приглядывай. Потому что если ты не будешь, ой, извиняюсь, не шакти, простите. Лакшми. Богиня процветания. Она тебе многое даст. Но если ты не будешь ее ценить, вот так вот с деньгами обращаться, то найдутся те, кто ценит ее больше и вытянут. И поэтому для меня был урок Индии, меня научило, как нужно отстаивать, во-первых, свою точку зрения, иногда прям ругаться, орать, иногда прям гневно и агрессивно стоять за свое. А второе, это за карманчиками приглядывать. Лакшми тебя любит, дает тебе процветание, денежный финансовые потоки. Цени то, что она тебе дает. Вот. И для меня это тогда был уроком. Вот. Справку мне написали. Я еду в то место, где мне... Вы, наверное, ждете прям какой-то колоссальной мистики. Но вот сейчас она такая небольшая мистика, вот она приближается. Я еду в то место, где мы договорились встретиться вот с этим человеком. Это девочка оказалась, Полина, которая вот мне писала. Писала одна женщина, и вот она, и Полина. Мы с ней списываемся, она указывает точку, я доезжаю, подхожу. Это в каких-то закоулках возле реки Ганг, возле Гатов. В каких-то закоулках я захожу, и меня в такой темный, такой переулок, и меня встречает пол... лысая девушка полностью вся в черном. Я такой, о, привет, привет, мы с ней познакомимся. А я хочу сказать, вот с лысыми девушками у меня всегда хорошие отношения. У меня есть несколько подруг, приятельниц, которые когда-то брели голову на лысо. Не знаю, может быть, мы раньше были вместе буддистскими монахами в каких-то прошлых жизнях. Но это Ирис, это Галя, и еще другая девочка, она сейчас на Бали уехала. И у меня почему-то со всеми коннект. И я когда увидел лысую девушку, я тогда понял, что тут будет все в порядке. Она такая, пойдем, я тебя познакомлю с хозяином, а хозяин там Брамин по касте. Вот это сделал справку, я говорю, да, сделал. И все, мы поднялись на этаж, выходит этот индус, она, давай ему показывать документы. Я говорю, я потерял паспорт, но где-то, где-то доки есть. Я смотрю, она показывает на мое имя и фамилию. А у меня фамилия Константин Белов. И показывает этому индусу, там типа Баба Джи, Лук, типа смотри, видишь у него какая имя и фамилия. Он такой, о, что-то головой закачает. Я думаю, понятно. Я говорю, какая у вас есть комната? А там была, осталась одна шутская комната по 200 рупий, это 200 рублей по нашему. Ну, просто вот как тюремная камера, так на одного, где просто мне кинули матрас, а я просто тогда устал. Я говорю, вы здесь живете, она, да, здесь. Я говорю, давай, я согласен. Там просто, чтобы у меня был матрас, и чтобы я просто поспал в месте, где есть мои соотечественники, либо те люди, которых я знаю. То есть для меня это было важно. То есть я, в целом меня не селили, я думаю, меня хоть куда-то заселили, я буду там жить. И там мышь по своим делам пробегала. В общем, все в жестких традициях Индии. Вот. Я, получается, заселился, переночевал. Там в целом все было в порядке, как бы начал осваиваться, и чувствую, что у меня... Я... мне становится еще хуже. Мне опять становится плохо. Я думаю, да что такое? Вот. И потом в разговоре на следующий день с этой девушкой Полиной, она говорит, а мне Матаджи сказала тебя заселить. Вот. У них есть группа... Это оказалась группа русских Акхори. Вот. Они приехали с Гуау, Варанаси, там, по своим делам. Акхори кто такие? Это такое духовное течение в Индии. Можно где-то экстремальное. Они медитируют на местах кремации, где сжигают людей. Они поклоняются Шиве, его разным формам, по-моему, даже Нагам. Это определенным змеям, почитаемым в индуизме. То есть, это Акхори, их боятся индусы. Они их стараются вообще обходить стороной. Для них это вот, как по-нашему, может быть, там, я не хочу ставить, как знак равно, может быть, как черные колдуны, но они одеваются специфическим образом. Они ходят в черном, у них такие четкие из черепов, они там делают какие-то движения со смертью, с миром смерти. Понимаете, места кремации, черепа, вот эта вот вся атрибутика смерти и прочее. И в Индии, она, кстати, очень распространена, вот, в буддизме тоже. Индусы их боятся. Она говорит, Матаджи поехала, по-моему, в Бехар, отвозить посылки на зону, там русские ребята сидят, она приедет, и ты с ней познакомишься. Это она мне сказала тебе помочь. Она увидела в чате, что ты написал, и сказала, чтобы мы тебе помогли. Я думаю, ну, интересно, что, думаю, за Матаджи? А Матаджи переводится великая мама, типа уважаемая мама, уважаемая женщина. А Матаджи, это так обращаются к женщинам в возрасте, к таким взрослым матерям уже. Вот. И я, получается, на следующий день они мне говорят, о, Матаджи приехала, пойдем. Я подхожу, сидит тоже женщина вся в черном, лысая, с такими вот там, четко у нее видеть черепов, с палкой. Оказалось, это русская женщина, которая живет очень долго в Индии. Она ходила, по-моему, в паломничество, она сидела в Кашмире в тюрьме, по-моему, полгода, либо три месяца. То есть, она туда попала, у нее связи в посольстве хорошие, но она живет на подаянии. Вот эти ребята, которые сидели в тюрьме, получается, в Бихаре, русские, они, как я понял, какая-то была ситуация с определенными, возможно, веществами даже, я не вникал в подробности. И вот она им помогает. Она сама сидела в тюрьме, и она им помогает влезть туда книги, какую-то связь поддерживать. То есть, ну, это круто. И поэтому ее зовут Матаджи. Она как бы в годах, она живет на подаянии, она ходит босиком, в черном, с палкой, лысая. И по разговору, она, как сказать, у нее доброе сердце, она многим помогает. Если ты придешь за помощью, она тебе не откажет. Но она, знаете, такая, вот есть такие жесткие управленцы, женщины, может, где-то, может быть, даже в тюрьме, либо на производстве, такие, может быть, у которых есть вот что-то мужское. Вот она такая, и она сразу, там, я подошел, она мне что-то сказала, там, определенное, я не буду говорить, что я такое пешил. Но потом я просто, знаете, как, впечатление о человеке одно, но когда ты видишь, что она создает, это другое. Я увидел, как она помогает, там, другим русским людям, ребятам, славянам, кому-то еще. Тому там дала денег, тому чай, того накормила. Вокруг нее всякая бежуха, она тем помогает, в тюрьме ребятам. Вот, и поэтому не зря ее называют Матаджи, то есть, мать. Но я понял, что эти ребята классные, но это чуть не моя, ну, не мой движ. Я плюс, я абсолютный зожник, я ничего не употребляю, а там, вот разного рода индийские темы, они часто связаны с какими-то веществами, это может даже какая-то быть духовная практика. в общем, и чуть был не мой контингент, а их-то была целая группа русских обходов. Вот они все в черном, такие, короче, крутые ходят. И, что интересно, я такой, а я вижу, блин, так круто все в черном выглядят, а я хожу, до меня индусы что-то лезут, что-то спрашивают, я говорю, блин, вы так круто выглядите, я вам Ату Джей спрашиваю, можно мне тоже в черном ходить? Говорю, да, конечно, типа, покупай, я пошел себе штаны купил, там что-то еще, все в черном тоже хожу, пошли мы с ними насмошал на эти места кремации, вот, я там походил, но мне тогда еще было плоховато, и становилось все хуже, вот, и, ну, я понимаю, что чуть-чуть это те люди, которые должны были мне встретиться, но мой путь другой, что мне как бы с ними не по пути, но я был благодарен, что они показали и поддержали, и потом я уже, вот эта девочка, Полина Лысая, которая меня встретила, вот девочка Акхори, я такой спрашиваю, а почему вы так обратили внимание на мое имя и фамилию, почему так, когда я тогда селился, вот, почему хозяин обратил внимание, а говорит, у нас, с нашей группы был тоже Акхори, он повесился две недели назад, его звали Константин Беляев, а ты Константин Белов, и когда ты написал в чате, что я прошу помощи, высветилась Константин Белов, и Матаджи увидела, что ему нужно помочь, то есть, Константин Беляев один удавился, повесился, а ты, у тебя имя и фамилия, говорит, не зря, это какой-то сигнал, что помогите ему, и поэтому, говорит, тебе помогли, и я в комнате, где он повесился, ночевал на следующий день, потому что я ночевал в одной комнате, говорят, переселись туда, и я переселился туда, и там спал, и вот, что это, как вот эта самая такая, наверное, мистика, во-первых, как я потерял паспорт, он просто исчез, растворился, во-вторых, что был Константин Беляев, я Константин Белов, Константин Беляев повесился, тут же эти Акхори, они меня находят, помогают, селят, я на второй день ночую в этой комнате, где он повесился, у меня не снились никакие кошмары, и я не боялся подобной темы, потому что, блин, я работал по экзорцизму, я много работал с магией, колдовством, там, с разного рода одержимостями, и мне это не страшно, я уже много что прошел, вот, и вот в этом, наверное, самая мистика была, и паспорт, он как будто растворился, потом я нахожусь, живу в этом, месте, куда вот заселился, вот в этот, недорогой, недорогой гестхаус, я чувствую, у меня начали чернеть легкие, у меня они наполовину почернели, а тогда, когда, я жил в России, у меня, я тоже болел, вот той болезнью, из-за которой, люди носили маски, я не хочу ее говорить, вот, и я лечил ее определенным препаратом с аптеки, с ветеринарной, а тут в Индии, вот там в Индии, препараты эти продавали для людей, название она, и вер, и там продолжение, не хочу, чтобы меня, там не банили и прочее, вот, я думаю, ну, а у меня легкие чернеть, я понимаю, что если сейчас, и это все происходит дальше, я не могу снять деньги, также на банкомате, у меня кончаются деньги, я плюс опять заболел, только уже другой темой, вот, я плохо дышу, у меня какой-то песок в легких, я такой, блин, надо искать эти таблетки, я давал, давай в таком полуобрачном состоянии, ходить по этим всем аптекам, и нашел эти таблетки, которые меня за 3-5 дня, поставили на ноги, я дожил какое-то время, Мата Джи, вот эта женщина главная, говорит, поехали с нами, тебе нужно в Дели же, я говорю, да, мне нужно сделать новый паспорт, поехали с нами, сейчас все дни 10 тут по тут 7, и потом поедем в Дели, сделаем, и потом уже поедем кто куда, я поеду на Го, а я собрался в Решакеш ехать, раз у меня нет паспорта, я никуда не могу выехать, пока его не сделаю, мы там дожили какое-то время, пришло, мы купили билеты, по квоте туристической, приезжаем на этот вокзал, на который я ночевал в Аранасе, когда пришло время, ждем наш индийский поезд, все, у нас вагон, есть место, как в плацкарте, только свое, я смотрю, катится наш вагон, и смотрю, тамбур, куда нам нужно заскативать, там просто люди битком стоят, они чуть ли не спины, вот, торчат, я понимаю, что тамбур забит, весь вагон забит, мы подходим к этому тамбу, нам нужно по-любому ехать, 12 часов ехать до Аранаси, Матаджи, вот эта женщина, которая давно ездит по поездам, просто давай их бить в спины, этих индусов, чтобы они раступились, чтобы нам просто залезть, а с нами была еще израильтянка одна, у нее самолет в Израиле, она учитель, а 10 минут стоит, я знаю, что он сейчас просто поедет, он не будет никого ждать, я давай тоже протискиваться, у меня оторвалась ручка с сумками, я уже пролез, и я вижу, что этой израильтянки, русскоговорящей нету, я вылазью, я говорю, нам нужно как-то по-любому залезть, давай, она, эти мужики толпы, она баба, блин, я говорю, я ей давай ее запихивать, я еле как ее запихал, потом сам пролез, еле как, поезд тронулся, народу просто битком, все просто стоят, либо по 5, по 7 человек сидят на этих полках, короче, по классике, получилось, там есть общий вагон, и есть вагон наш, высший класс, все, кто не поместился в общем вагоне, все перешли в класс повыше, и просто заняли все места, в итоге мы туда еле как пробились, Матаджири разогнала этих всех индусов, которые там были, мы кое-как легли, они в итоге садились все равно, короче, я скрючившись, доехал 12 часов до Дели, вышел, еле как задохнул, поехал в посольство, мы оставили там заявки на новый паспорт, Матаджири получила свой, сняли гостиницу в тибетском районе, хорошо, у нее были документы, меня заселили, и я поехал в Ришикеш, и вы как понимаете, что вот все испытания, они вот примерно там у меня и закончились, когда уехал я с Варанаси, побыл в Дели, в Дели я полюбил, приехал с Дели в Ришикеш, и сразу я иду такой, уже добрался до Ришикеш, я тоже ехал один, иду через мост, по мосту через Гангу, мне как-то так хорошо, закат, так приятно, так классно, и я вот иду, потом я заселился в одно место, во второе, там было много русскоязычных, я жил в Ашраме, Ашрам Ашрам, Сан-Сева Ашрам, очень недорого, меня заселили как-то без проблем, и все как-то пошло, 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 и вот там я полюбил Индию, там я полюбил Индию, я там понял, как нужно двигаться, там было много знакомств, я снимался там в кино, в индийском, в Болливуде, там как-то мне шли деньги, было очень комфортно, я туда ездил, в паломничество, в общем, спустя месяца полтора, наверное, я только полюбил Индию, я кайфанул, блин, Индия сейчас, one love, Россия одна любовь, Индия тоже, блин, прекраснейшая страна, наверное, могло все сложиться по-другому, если бы я начал с Гуа, с Гакарны, с теоретических мест, и потом уже там, акклиматизировавшись, начал, приехал бы в Ришикеш, либо в ту же Калькутту, а тут я сразу начал с Харда, там я научился кушать, начал понимать, что можно есть из индийской еды, что-то многое пробовал, начал немножко изучать хинди, много людей, в общем, Ришикеш, тоже мое любимое место, вот, там было свое, было тоже много мистики, но без испытаний, которые я прошел в Варанасе, поэтому для меня Варанасе, это такой знаковый город, хочется туда вернуться, смотреть за своим паспортом, вот просто вот, очень обращать на него внимание, но при этом я уже знаю, как, во-первых, нужно действовать, во-вторых, посмотреть на Варанасе другим взглядом, потому что для меня это был своеобразный опыт, вот на этом я буду заканчивать, надеюсь, видео записалось, вот, тут это провисело и не упало, это хороший знак, подписывайтесь, ставьте лайки, теперь, наверное, я постараюсь весь контент делать в подобном формате, мне больше нравится подкаст, я тут расслаблен, я рассказываю, мне больше это нравится, если вы посмотрели до конца, пожалуйста, напишите сообщение, что я посмотрел до конца, интересно, обратная связь, много ли людей смотрят до конца, и ставьте лайки тоже, благодарю каждого, кто посмотрел это видео, надеюсь, видео записалось, я столько времени говорил, всего вам доброго, вот, вот, Продолжение следует...